По словам главы района, эту встречу можно считать первым заседанием будущей рабочей группы по вопросам взаимодействия с Росимуществом. А их у поселений накопилось уже достаточно много. Тема, которая не безразлична всем, передача имущества военных городков. Но это уже прерогатива Министерства обороны. Росимущество может только оказать содействие в переговорах с ведомством. Но есть ряд и других актуальных вопросов. Также для нас важна тема передачи жилья из собственности Росимущества к нам в поселение. Мы все с вами понимаем прекрасно, что оно зачастую в тяжелом ветхом состоянии. Но тем не менее, другого пути нет. В Росимуществу нет возможности содержать это имущество, вкладывать деньги, ремонтировать. Это можем сделать только мы. Мы и правительство области. Началось обсуждение с ситуацией, сложившейся в поселке Вниисок в лесном городке. Намоклов меч, отсутствие передачи земельных участков и вообще всей земли в этом поселке в собственность муниципального района. Непередача этой земли препятствует законному расходованию денежных средств на благоустройство, на ремонт дорог, на эксплуатацию этих дорог. В общем-то, люди от нас ждут перемен, люди хотят вздохнуть, нормально жить. Местной администрации сейчас приходится неофициально договариваться с застройщиками. Под честное слово, плановой работы во Вниисоке нет. Люди, которые устали от постоянных проблем, объединились в инициативные группы. Угрожают перекрыть Можайское шоссе. То, что касается лесного городка, там есть специфика наших взаимоотношений с ФАНУ. Вы знаете, что создано отдельное агентство по работе с научными организациями. И Вниисок, данный в ГУП, который на сегодняшний день еще обладает правами по этим земельным участкам, объектам недвижимости, должен от своего права отказаться. Елена Паткина пообещала оказать содействие лесному городку в вопросе передачи названных объектов в муниципальную собственность. На других поселениях района тоже хватает забот. Глава Ново-Ивановского попросил помочь решить вопрос с двумя нежилыми помещениями, которые, по его словам, используются не по назначению. Одно из помещений предполагалось изначально как поликлиника, возможно, и для этих целей. В настоящий момент у нас имеется максимум учреждения культуры. Оно располагается на площади около 500 квадратных метров, что действительно нам не хватает. Дома культуры нет. И мы готовы были бы, наш бюджет позволяет вложить туда деньги, в эти помещения, но, соответственно, не имея права это делать. В другом помещении располагается новая Ивановская библиотека, в которой по этой же причине пока нельзя начать делать капитальный ремонт. Задача Росимущества, в принципе, оставить за собой только то, что обеспечивает жизнедеятельность Российской Федерации. То есть размещение федеральных органов исполнительной власти, системы безопасности, то имущество, которое может приносить Российской Федерации доход. Как раз социальные объекты, они по закону, по волеизъявлению должны быть перед нами муниципалитет. Просьба просто соблюсти весь процедурный порядок. Главы Голицына, Больших Везем, Никольского, Честцов, Горского и других поселений тоже обозначили свои трудности, попросив помощи у представителя Росимущества. Они уверены, что перевод объектов недвижимости, инженерной инфраструктуры, земельных участков из федеральной в муниципальную собственность позволят решить целый ряд социальных вопросов. О порядке такой передачи, необходимых документах рассказала Елена Паткина. Она также выразила надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество с Одинцовским районом. Есть финансовые проблемы в кадастрировании, паспортизации и всего остального. Здесь хочется, чтобы мы с вами находили общий язык, а не футболили эти вопросы друг к другу. Потому что то, что по закону я могу сделать, я сделаю. Очень хочется с пониманием, чтобы наши жители, живущие в домах, независимо от того, в какой районе они находили собственности, в принципе, получили нормального хозяина, получили комфортные условия. И, в принципе, с достоинством мы жили в вашем замечательном районе. После завершения встречи руководитель территориального управления Росимущества по Подмосковью провела личный прием граждан в волейбольном центре. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.